Астраханцы Символ нерукотворного света воскресения Христова – благодатный огонь. То, что его смогли привезти из Израиля в Россию, а в частности в Астрахань, православная конфессия называют чудом. Прямо в аэропорту от главной лампадки с благодатным огнем служители церквей стали зажигать свои. В честь дня Христова воскресения богослужения прошли в 67 храмах области. Прихожане зажигали от него свечи, лампадки и несли домой. Свидетельствующий о том, что Господь нас так возлюбил, что отдал своего единородного сына. Снискождение божественного дня дня – это есть свидетельство, что Господь нам дает еще возможность жить и каяться в своих грехах, чтобы спасти душу. На следующий день, в день Светлой Пасхи, на улицу города вышли тысячи астраханцев. Традиционный крестный ход стартовал от стен Покровского кафедрального собора. По традиции торжественное церковное шествие с Большим крестом, иконами и хоруговыми сопровождалось пасхальными приветствиями, звоном колоколов и песнопениями. Пасха – главный праздник православных христиан. Он празднуется в первое воскресенье после первого весеннего полнолуния. В день Пасхи вспоминается воскресенье из мертвых Иисуса Христа на третий день после его распятия на кресте. Он отмечается семь дней. Каждый день недели называется Светлым. Сегодня праздник, который является центром жизни любого христианина. И если бы этого события не было, воскресенье Христово, то сегодня не было бы, наверное, православной церкви. Потому что все, чему мы учим, о чем мы говорим с людьми, то, что составляет вообще культуру православную, это все сконцентрировано вокруг Пасхи. Завершился крестный ход в Кремле. Там астраханцы поздравили друг друга с праздником. Взрослые наряду с детьми веселились, пели песни и водили хороводы. После поста радуются все, веселиться можно играть. Я рада за молодежь, которая сейчас такая вот веселая, жизнерадостная, какая-то она вот, вы знаете, раскропощенная, что ли, не знаю какие. Мы вроде тоже не были так вот в таких вот жестких условиях, нет. Но все равно мы справились в празднике дома, вот как-то вот семейно. Этот праздник очень добрый, душевный, семейный, традиционный. Поэтому всегда веселимся, с улыбкой встречаем. В день светлого праздника Пасхи Астраханская епархия осветила 10 колоколов. Их привезли для звонницы Благовещенского Новодевичьего монастыря. Колокола изготовили воронежские мастера на средства, выделенные из бюджета Астраханской области. Вес самого большого колокола достигает 1300 килограммов, самого маленького – 10. Александра Вострикова, Серик Намазбаев. Новости 24. Астрахань. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова